Приветствую всех любителей Хардстоуна, с вами И у меня для вас хорошие новости Теперь формат гайдиков будет выходить каждую неделю Так что жмакайте лосик и усаживайтесь поудобнее Сегодня мы посмотрим на колоду ТГТ, ОТК, ДДТ, комбо-вомбо жреца на драконах Которой некий игрок под ником Дуэйн взял первый ранг легенды Начнем с того, что чтобы собрать эту колоду Вам понадобится 7360 пыли и стул с антипригораемым покрытием Потому что каждый игрок вам будет напоминать о вашей ориентации Так как о жреце сложился целый стерео Ну вы поняли Ну а чтобы правильно потратить нашу пудру Нам нужно будет купить пару вещей И не надо мне рассказывать про скидки на базовые карты Или карты с дополнения Начнем пожалуй мы с классовых карт Два внутренних огня Два слова силы щит Два кролика североземья Два сумеречных дракончика Два божественных духа Два драконних посланника Два избранника версуты Слово тьмы Смерть Кольцо Света И две флешки Общих карт Два властелина Драконор-чародей Два сумеречных стража Два губителя крыла тьмы Два лазурных дракона Сильвано-ветренное поведение Я тебя никому не отдам Потому что ты банан Я тебя никому не отдам Потому что ты банан Доктор Бум Изера И много-много блеска и стразиков Вы спросите для чего стразики Все очень просто Борода чмо Стразики элита Архетип жреца на драконах Появился с выхода горбатой горы И показывал очень большой потенциал Некоторым игрокам даже удалось взять Тот самый заветный ранг легенды Но со временем Когда мета устаканилась И время экспериментальных колод утихло Игроки поняли Что все же колоде чего-то не хватает И многие просто поубирали Из своих деклистов данный архетип Обозвав его фан-декой И тут-то боги ХСа поняли Что с драконами они немножко налажали Так как если вспомнить выход черной горы То все колоды на драконах Уступали в боевой мощи Простым, старым, завсегдатым По типу агра или контроль колодам Поэтому в новом дополнении Большой турнир Мы увидели парочку новых карт Связанных с драконами Или отдельных драконов Которые на первый взгляд Казались безобидными милахами Но буквально через пару-тройку дней Именно они вдохнули жизнь В колоды драконах И больше всего они вдули Именно жрецу Жрец очень долго сидел В самых низах метаотчетов Но тут настало его время И он до сих пор не выходит С топ-10 колод ладера Привела его к славе Именно колода на драконах Так как всем уже надоел Дефолтный жрец С окинайками, рубаками И кругом исцеления Хоть и не прошло много времени Но первоначальным жрецом на драконах Уже никого не удивить Он безусловно остается Очень стабильным И вполне хорошим выбором Для поднятия рейтинга Но я хочу вам показать Вариацию дракона жреца Который нравится мне И надеюсь полюбится и вам Но в принципе выбор остается за вами По большому счету Это все та же колода Которая строится На сильной синергии драконов Но автор данной колоды Попробовал добавить в нее Эффект неожиданности Который действительно работает Так как никто не ожидает Что на третьем ходу Он может попрощаться С половиной своих хп Благодаря тому Что у нас на столе Стоит владыка смерти Которого мы бафаем Через божественный дух И внутренний огонь В итоге получая машину смерти Со статами 16-16 Да даже 8-8 очень неплох Тем более Если у противника нету Контр спелов То ему останется только Смириться с поражением И отдать нам победу Понятное дело Что данная комбания Всегда будет заходить нам В стартовую руку Но она остается актуальной На протяжении всей игры Что и делает эту колоду Очень гибкой Так как у нас есть Крутые сильные драконы И туз в рукаве В виде тех самых забафов И как только противник Хоть чуть-чуть Даст нам свободу действия Скорее всего Мы победим Но для этого Надо заложить почву В виде хорошего старта Если вам сразу заходит Владыка и внутренний огонь То его можно оставлять В стартовой руке Если же они нам не заходят То мы играем Как простой жрец на драконах То есть ищем Сумеречного дракончика Драконьего посланника Клирика Слово силы щит И если у нас есть Дракончик или посланник То в руке Также можно оставлять Любого другого дракона В идеале это Либо чародей Либо лазурный дракон Да хоть единорог Когда же игра началась Мы делаем все как всегда Обычный размен Добор карт через клирика И подхил Вот в чем сила жреца Брат Это подхил Который позволит нам Размениваться При этом не терять Своих существ А ранее забавы По типу избранника Велена Или даже обыкновенного Словось Что это за слово Только усилят наш стол Но не стоит забывать О том что у нас есть Дух и внутренний огонь Конечно делать Овер пауэр карты Очень круто Но для этого Нам не всегда нужен Владыка смерти Поэтому иногда Можно их сыграть Например на посланника Так как из него Тоже можно сделать Очень сильное существо Да даже с клирика Можно сделать на второй ход Существо 5.5 Через слово силы щит И внутренний огонь А это позволит Весь эрлигейм Контролить стол При этом добирать Карты для мидгейма В мидгейме Мы все так же Бафаем существ При этом у нас Появляются очень сильные Карты По типу сумеречного стража Который зачастую Бывает очень плохим Дропом Если у нас в руке Нету другого дракона Так вот За счет внутреннего огня Мы можем всегда Превратить его в карту Со статами 6.6 Что тоже неплохо А вот лазурные драконы Помогут добрать карты Или усилить наше ауе Которого так же немало Это вам кольцо света И две световые бомбы Которые для нас Не так опасны Потому что Почти у всех наших существ Показатели атаки Меньше чем Показатели здоровья А вот например У какого-то секрета дина Как раз на шестой ход После загадочника Зачастую на столе Существа У которых показатели Наоборот Во многом благодаря Отомщению Которое дает Баф Плюс 3 к атаке И плюс 2 к здоровью Да и в целом У всех агроколод Существа Именно с большой атакой Из-за чего Эта колода Становится Очень хорошим выбором Против архетипа агро Если же у нас Не пошла игра И карты заходили Как-то не очень То все что нам Нужно делать Это вытаскивать У противника Контр с пылы Тут нам понадобится Доктор Бум Который на пару С Тильваны Будет вытягивать Заклинание у противника Ну или заставлять Его невыгодно Размениваться Ну а мы продолжаем Ждать когда нам Придет Изера Из-за которой Эту колоду И начали называть ОТК Так как если Изера переживет ход А у нас в руке Есть божественный дух И внутренний огонь То мы можем Сделать карту Со статами 24-24 Или 48-48 И даже больше А это более чем Предостаточно Для того чтобы Эпично камбэкнуть И зафинишить игру Тем более Изера дает нам Очень полезные карты Что баф на плюс 5 Плюс 5 Что ремовл Который может убрать Провокацию Перед лицом противника Или ауе на минус 5 Да и дракон Будет неплохим Единственный дроп Который не очень Нам полезен Это вот этот тян Но как мы знаем Тян не нужны В заключении Хочу сказать Что этой колодой Очень интересно Играть Но как у любой деки У нее есть минусы И самый огромный Это то что она Плохо играет Против контроль колод И в целом Именно против Класса воина Который уже Несколько сезонов Занимает первое место В топе ладера Еще из минусов То что колода Сильно застроена На синергии драконов И если они будут не заходить То многие дропы Становятся Очень неэффективными Но это хоть как-то Можно сгладить Кучей разных бафов Что же насчет Замен карта Тут особо не разгонишься Все карты полезны И тут будет Очень сложно Что-то заменить Единственное Это наверное Сильвана Которую можно Заменить на лодхеба А можно попробовать И Таурисона Вставить Также есть Вариации Похожей колоды С тенями Накс Рамоса Также Очень-очень Давно Еще даже До первого Дополнения Были колоды На анимате Весники Рока И все Того же Забафа Через внутренний Огонь И божественный Дух Но это Уже Совсем Другая История Еще может Показаться Что колода Слишком Дорогая Но знаете Если вам не хватает Пыли То всегда Можно позвонить На этом у меня Все И если вам Понравился Этот гайдик То обязательно Ставьте лайк Чтобы я видел Что видео И идея с гайдами Каждую неделю Вам нравится И подписывайтесь На канал А также можете Посмотреть Описание Под видео Где найдете Много полезняшек С вами был Феномен Всем удачи Всех жду У себя На стримах Каждый день В 16.00 По МСК Ссылка На экране И в описании Пока Пока Бро Попопопо Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok